Каких-то 220 лет назад, когда появились первые автомобили, они вызывали страх у большей части населения. Люди, пришедшие на премьеру братьев Люмьер, в ужасе бежали, думая, что на них надвигается реальный поезд. Но в выигрыше остались люди, которые остались. Выигрыш есть, можно поесть. А что чувствуете вы сегодня, когда слышите словосочетание метавселенная, интернет вещей или индустрия 4.0? Давайте вместе с вами поразмышляем о том, как нас изменила цифровая реальность и что нас ждет дальше. Для начала пару цифр, так, для затравки. Китай планирует инвестировать порядка полутора триллионов долларов в информационные технологии до конца 2025 года. А Германия, родоначальница концепции индустрия 4.0, в ближайшее время потратит только на разработки в области искусственного интеллекта 5 миллиардов долларов. И если вам кажется, что это все происходит где-то там далеко и вряд ли вас коснется в ближайшей перспективе, то просто поверьте мне на слово, это не так. Все эти тренды носят глобальный характер, а для глобальных трендов характерна неизбежность. Тотальная цифровизация таким образом настигнет и нас. Так что давайте вооружаться знаниями прямо сейчас. Да вы шутните, ребят. Это Джан Лу Шоу, меня зовут Наджи Эфими. Если в советское время вам было достаточно того, что у вас есть куртка, то теперь вы хотите знать, что ни одно животное не пострадало при производстве этой ткани, не использовался детский труд, не говоря уже о подлинности изделия. И вот чтобы больше знать об изделии или товаре, начинает собираться все больше информации. Именно данные называют новой нефтью. Большие объемы информации называют big data. И, кстати, специалисты, которые умеют обрабатывать тонны и гигабайты информации и находить вне закономерности, становятся все более востребованными специалистами. Ведь современный потребитель становится все более любознательным. Он хочет знать, что он ест и пьет, во что он одевается, где живет, растет спрос на персонализацию и прозрачность. Такому потребителю может быть полезна, например, цифровая маркировка. Она позволяет отследить, легально ли был введен товар в продажу. Или из тех же материалов он был произведен, которые указаны на упаковке. Метавселенная. Это слово вас еще не заинтересовало, а напрасно. Метавселенная в представлении фантастов – это утопическая виртуальная вселенная, которая освобождена от культурных, социальных, экономических и политических проблем реальности, например, границ. Термин «метавселенная» придумал писатель-фантаст Нил Стивенсон аж в 1992 году в романе «Лавина». Это было очень давно. Метавселенная по Стивенсону – это следующая стадия развития интернета. Общий цифровой мир, который объединяет физическую, дополненную и виртуальную реальности. Люди могут подключаться к ней в виде аватаров и делать все, что и в реальном мире. Искать информацию, общаться, ходить по магазинам, работать и развлекаться. Но при этом уйти от реальности и жить в виртуальной вселенной. Вот тогда... Аватар человека в метавселенной может быть кем захочет и владеть чем угодно. А смерть в метавселенной не означает смерть в реальном мире. Похожие полностью цифровые миры показаны, например, в трилогии «Матрицы». А теперь представьте, что это будущее уже наступило. Не может быть. Фейсбук в этом году официально переименовался в мета. Главы крупнейших IT-компаний одновременно рассуждают о метавселенных и объявляют большие наборы сотрудников для их создания. Крупные бренды активно регистрируют свои компании в виртуальных мирах. Не поверите, но в метавселенных уже вовсю торгуют участками. Что вообще происходит? Это шоу «Что вообще происходит?» Поехали! Искусственный интеллект. Что это такое? Программы, которые могут самообучаться. Они уже широко применяются в самых разных областях. От человеческого интеллекта они отличаются своей узкой специализированностью. Голосовой помощник не обыграет вас в шахматы, а гугл-переводчик не диагностирует вам рак. Ранее критерием искусственного интеллекта считался тест Тьюринга, когда человек, общаясь с машиной, не может понять, машина это или человек. На русском языке тест проводился уже два раза. В 2015 году победителем стал робот Соня Гусева. За человека его приняли 47% судей. О последствиях для общества ученые и эксперты говорят пока осторожно, предупреждая о киберпреступности и отмечая необходимость на законодательном уровне налаживать взаимодействие людей и машин. Так что, на когда там запланировано восстание машин? Минут 5-10-5. Что вы знаете об интернете вещей? Уверена, что слышали, но еще не успели вникнуть. Интернет вещей объединяет устройства в компьютерную сеть и позволяет им собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные другим объектам. Интернет вещей у многих ассоциируется с умным домом. Благодаря технологиям и устройствам, разработанным компаниями Google, Яндекс, Амазон, Apple, пользователи могут совершать онлайн-покупки, регулировать температуру в комнате, включать свет и музыку, отдавая голосовые команды. Вам больше не надо опасаться, что вы забыли выключить утюг или кран. Достаточно нажать кнопку в смартфоне, и умный дом все исправит. А может и нажимать не надо, ведь дом настолько умный, что сам приведет все в порядок, а владельцу отправят уведомления по итогу. Система наблюдения с помощью компьютерного зрения распознает всех, кто проходит мимо вашего дома, и сравнит изображение с базой полиции. Вы че меня домой не пускаете? Настоящий прорыв интернет вещей способен совершить в здравоохранении. Благодаря ему можно перейти на новый уровень диагностики заболеваний. Умные устройства контролируют показатели здоровья пациента в фоновом режиме и оперативно сообщают вашему доктору, если показатели меняются в худшую сторону. А как вам идея с умными теплицами? Вы всегда знаете, какие удобрения нужно добавить, сколько воды и как себя чувствуют ваши овощи. Мы вырастили самый большой лист чавеля, помните? Основная проблема, с которой связано развитие интернета вещей – безопасность. Киберпреступники постоянно пытаются взламывать устройства удаленного наблюдения за пациентами. База данных с информацией о здоровье людей, интеллектуальные системы управления автомобилем подгружают вирусы на взломанные устройства и даже совершают целые диверсии на производствах. Участникам рынка еще предстоит научить защищаться своей технологией от злоумышленников. Ну и еще одна крышесносная штука – NFT. Это уникальный цифровой сертификат, который гарантирует оригинальность предмета и дает эксклюзивные права на него. Уловили? Не сам предмет, скажем, картина или музыкальная композиция, а ее цифровая копия. И это сегодня товар, который успешно продается и покупается. Возьму за 100 штук. За 600 беру. За 700 тысяч. Певица Граймс, известная как мать ребенка Илона Маска, продала 400 NFT-токенов, привязанных к четырем рисункам, созданным лично ею и ее братом. Всего за 20 минут продажа NFT-токенов принесла Граймс 6 миллионов долларов. И это вполне реальных долларов, а не цифровых. Для творческих людей NFT — это способ монетизировать свои умения и расширить аудиторию. Ведь даже если копия продается, это каждый раз приносит дивиденды автору. Батьки хорошие мне дают, а я не хочу брать. NFT-токены продают в маркетплейсах в интернете, которые работают как Алиэкспресс или Вайлдберрис. Создатели выкладывают их на торговые площадки и ждут предложений от покупателей. Вам сейчас стало страшно или страшно интересно? Вы ведь не будете убегать, как люди на премьере «Братьев Люмьер»? Пишите нам в комментариях, какие еще новые технологии уже ворвались в вашу жизнь и навсегда изменили ее. Это было Джанны Шоу. Всем хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова